В конце августа в Турцию все-таки поедет. Я понимаю, что Турция не ратифицировала римский статут, это значит, что не обязана задерживать Путина. Однако есть ли хоть какая-то доля процента о том, что Путина могут задержать? И почему в целом Путин решил полететь в Турцию? Во-первых, я вот на 100% не уверен, что он полетит. Пока не уверен на 100%. Все-таки я уверен, что в нем борются две силы. С одной стороны, ему очень нужно в Турцию. Очень нужно. Я отвечу сейчас на ваш вопрос, почему полетит. Полетит, потому что иначе он никто. Иначе он для своей собственной элиты и верхушки никто. И звать никак. Неспособный человек отстоять свои собственные интересы своей верхушки страны. Вот ЮАР, например, самый большой бизнес интересовый у Виксельберга. Известного миллиардера, покупателя яиц ФБРЖ, который под санкциями везде, где только можно. А в ЮАР занимается большим бизнесом. И Путин бы очень пролоббировал его бизнес, если бы приехал в ЮАР. Точно бы. Это помогло бы заработать Виксельбергу огромные деньги. Но они не едут, не едут, прогуливают. И Виксельбергу это очень не нравится. И таких Виксельбергов пол-России. Ну, в смысле, верхушки. Да, я имею в виду. Им всем надо отстаивать интересы за границей. И все это дело для них Путин. А сейчас нету. Путин не выездной. То есть, зачем им не выездной президент? Вообще, зачем он им нужен такой? Он тогда для них помеха и нагрузка. Поэтому он очень хочет поехать. Но он очень не хочет ехать. Потому что, да, Турция, конечно, не член статута. Мало того, я вам сразу и честно скажу, Турция его не выдаст в ГАГу. Это точно. Но сколько неприятностей можно причинить Путину. Причем хотя бы эмоционально очень больших. Представьте себе оказаться в заложниках у Эрдогана. А все время поездки. Да, Эрдоган не выдаст. Но как не выдаст? Он такой скажет. Ну, понимаете, конечно, я вас не выдам. Ни в коем случае. Только, знаете, там в коридоре сидит начальник полиции Анкары. У него какие-то пару вопросов. Буквально пару вопросов. Я пока выйду, он вам позадает. Там какая-то форма. Просто бумажки заполнили. Вы не переживайте, Владимир Владимирович. Чисто бумажули. Это вообще ерунда все. Каково им будет, Владимир Владимирович? Очень плохо. Это быть в заложниках. Просто вот Етоган будет занесен над головой. Етоган, значит, нашего президента Турции. Эрдогана. Поэтому им очень страшно туда ехать. Не выдадут. Нет, не выдадут. Но очень неприятные минуты. Им придется там прожить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.